Видео подготовлено специально для канала АК Кассиан. Приветствую друзья! При работе с цифровыми схемами вы наверняка сталкивались с эффектом, который называется дребезгом контактов. Проявляется он как ошибочное нажатие клавиш или неправильное срабатывание энкодеров. В этом ролике я хочу кратко рассказать, что это такое и как с этим бороться чисто аппаратными средствами. Итак, дребезг контактов. Возьмем кнопку. Один ее вывод подтянем к питанию через резистор. Второй вывод подключим к земле. Посмотрим на сигнал с кнопки на осциллографе. Ожидаем мы увидеть что-то такое. Высокое напряжение раз и стало низким, а потом раз и стало высоким. В реальности же кнопка, представляющая собой две механические поверхности, при соприкосновении формирует множественные переключения из-за неидеальности поверхности контактов и силы упругости. Это все приведет к следующему сигналу на выходе. Из-за подобного шума и возникают проблемы с обработкой нажатия кнопок и поворотов энкодера, потому как система видит каждый из этих импульсов как отдельное нажатие. А теперь давайте рассмотрим методы борьбы с этим делом. Довольно распространен способ устранения дребезга с помощью подключения параллельно кнопки конденсатора. И тут надо провести эксперимент. Возьмем две микросхемы. К155LN1, в которой 6 элементов не в TTL исполнении, и К561LN1, в которой также 6 элементов не, но выполненные по КАМОП технологии. Подключим к входу микросхемы переменный резистор на 10 кОм. И начнем плавно изменять напряжение на входе микросхемы. Осциллографом будем смотреть, что происходит на входе и выходе. Для начала TTL-инвертор. Видно, что при малом напряжении микросхема работает в линейном режиме. Плавное изменение напряжения на входе приводит к плавному изменению напряжения на выходе. И только после определенного порога уровень фиксируется. Теперь КАМОП-инвертор. При достижении порогового уровня уровень на выходе переключается. Плавного изменения не видно. На самом деле, TTL и КАМОП-инвертор обладают следующими передаточными характеристиками. Помимо области насыщения и отсечки, есть и усилительная область с высокой крутизной. Когда логические микросхемы находятся в этой области, они потребляют максимальную мощность и могут просто перегреться и сгореть. Для проверки работоспособности таких простых схем удобно использовать макетные платы. А если нужно что-то более серьезное и красивое, то компания GLCPCB готова изготовить для вас печатные платы любой сложности, форм и количества слоев. Цены доступны, начиная от 2 долларов за партию плат с размерами 10 на 10 сантиметров. Цвет паяльной маски не важен, цена от этого меняться не будет. Высокое качество по самым низким ценам. Ссылку на сайт компании GLC найдете в описании. А теперь давайте подключим к этим микросхемам кнопку с конденсатором. Что получается? В момент замыкания кнопки, заряженный конденсатор по сути замыкается на землю и разряжается большим током. При отпускании кнопки, конденсатор будет заряжаться через подтягивающий резистор и тем самым завалит фронт сигнала с кнопки. Что на выходе микросхем? У TTL микросхемы плавные изменения по фронту превратятся в плавный спад. При плавном изменении уровня микросхема будет усиливать помехи по питанию и они могут привести к возникновению дополнительного дребезга, которого и не было на кнопке, из-за перескока через пороговый уровень. У КМОП микросхемы плавное изменение по фронту превратилось в один четкий фронт. Из этого вытекают следующие соображения. Добавление параллельно кнопки конденсатора поможет частично избавиться от дребезга контактов при использовании буферных КМОП микросхем и РЦ цепочки. Однако для ограничения тока разряда подключать все же следует следующим образом. Через второй резистор конденсатор будет как плавно заряжаться, так и плавно разряжаться. На выходе будем получать хороший цифровой сигнал. Однако это во-первых неприемлемо для TTL микросхем. Во-вторых плавный спад и фронт по-прежнему повышают нагрузку на КМОП элемент, так как транзисторы работают в линейном режиме некоторое время и поэтому могут просто сгореть. Ну и вообще шумы по питанию могут привести к дребезгу, если они наложатся на спад или фронт. И тут мы приходим к триггеру Шмидта. Давайте также подадим сигнал с потенциометра на буферный элемент триггер Шмидта, обладающий обратной связью, из-за чего у него сформирована широкая петля гистерезиса 800 мВ. То есть при опускании напряжения на уровне 0,9 В единица на выходе станет нулем, а при повышении уровня обратно переключение произойдет только при достижении уровня 1,7. Ну и сигнал с дребезгом, проходя через этот элемент, принимает следующий вид. Важно помнить, что не стоит ставить конденсаторы большой емкости, иначе вы рискуете сварить контакты кнопки и потом гадать, почему ничего не работает. Достаточно конденсаторов по 0,1 мкФ. Триггер Шмидта выпускается в разных форм-факторах. Например, микросхема K155TL2 или комоб версия CD40106 содержит 6 таких элементов, но сейчас выпускаются и одиночные триггеры Шмидта в корпусе 123, например, 74HC1G14. Благодаря этим замечательным элементам, помимо дребезга контактов, можно и восстанавливать фронты и спады зашумленных цифровых сигналов. В общем, крайне полезная штука, всем советую с ней ознакомиться. Однако, помимо триггеров Шмидта, электронная промышленность выпускает и специализированные микросхемы для подавления дребезга, например, MC14490 или МАК 6816, 17 и 18. К ним подключаются кнопки и с выходов снимаются сигнальные линии, уже без дребезга. Внутри реализована цифровая задержка, и если, например, микросхема MC14490 требует наличия дополнительного конденсатора, то микросхемы МАК 6816 уже не требуют дополнительных элементов. Однако, помимо дребезга тактовых кнопок, существует дребезг и у переключателей. Для подавления дребезга в таком случае классически используют схему РС-триггера. Триггер переключается по первому фронту и первому спаду, игнорируя весь остальной шум. Также можно использовать неинвертирующий вентиль или буфер по следующей схеме. В таком случае выходной сигнал принимает следующую форму. Вся информация для этого видео была взята из искусства схемотехники Хоровица и Хила и книги популярные цифровые микросхемы Шила. Теперь вы знаете, что такое дребезг контактов и как с ним можно бороться аппаратным способом. Решение проблем с дребезгом контактов лишит вас множественных проблем с плавающими ошибками при разработке ваших устройств. Друзья, надеюсь видео было вам полезно. Если так, то не забудьте поддержать меня лайком, а все полезные ссылочки будут как всегда в описании к видео. Спасибо за внимание. А с вами был Андрей. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok